Организованный тур в Южную Италию с 29 мая по 5 июня 2017 года. Гид Нина Градзовская. Видеодневник. Бассейн отеля. Вначале едем в город Лечи, 200 километров на юго-восток от Карата. На обрабатываемых участках земли видим каменные хижины типа Трула. По дороге в намеченном месте к нам присоединилась местная Гидесса. Доброе утро. Я расскажу вам о городе, где вы меня забрали. Называется город Монополи, одним из самых... Трасса дороги, по которой мы едем, проложена еще римлянами. Это знаменитая Аппиева дорога. Она соединяла Рим с южной частью Опенинского полуострова. Именно эта часть дороги построена при императоре Трояне. Въехали в Лечи. Никакой горчинки нет. А я и стратил денег больше, чем задекларировал, что не пойти выйдешь, если нет до конца жизни в твоих же казематах. Обелиск, воздвигнутый в 1822 году в честь Фердинанда I Бурбона, короля обеих Сицилий. Ворота Неаполя. Триумфальная арка на входе в исторический центр города. Построена в 1548 году в честь Карла V Габсбурга. Две пары коринфских колонн поддерживают фронтон. В центре фронтона герб Карла V, а под фронтоном надпись «Посхваляющая императора». Университет полуострова Салента. Это пятка итальянского сапога. Вероятно, идет подготовка к демонстрационному пробегу мотоциклов. Церковь Святой Марии де Ла Порта. Неоклассицизм. Середина XIX века. Палаццо Гуарени, в котором в 1807 году останавливался Наполеон. Согласно легенде, лече уже существовал при Троянских войнах, то есть более 3000 лет назад. Сейчас здесь около 100 тысяч жителей. Благодаря множеству барочных архитектурных памятников, лече называют Флоренцией Юга. Изысканная лепка на почерневших стенах. Идем по улице Джузеппе Пальмиери, на которой стоят самые любопытные здания города. Церковь Санта Мария де Ла Пача, то есть Мира, Спокойствия, XVIII век. Многократные перестройки привели к нетипичной симметрии. Палаццо Морезе. У входа четыре самые знаменитые барочные женские скульптуры города. А в этом старинном здании теперь пиццерия под названием Карл V. Вышли на соборную площадь. Собор и его колокольня. Отдельно собор и его верхняя часть с фигурой святого Аронца, покровителя города. По легенде он защитил лече в 1656 году от эпидемии чумы. Епархиальный музей. Дворец епископа XVII-XVIII века. И центральный вход во дворец. Слева еще один вход в собор. Здесь как раз скреплялся брачный союз. Украшения у входа в собор. Заходим. Одно из витражных окон собора. Святой Иоанн. Музыка. Музыка. Тайна исповеди. Своды и люстра. Роспись купола. Церковь Санта Рене была построена в начале 17 века на фасаде герб лечи, видя волчицы и дуба с короной. Выходим на пьяцо Санта Ронце, центральную площадь города. Это был монастырь иезуитов, а в наше время здесь дворец правосудия. Кьезо дель Джезу, то есть Церковь Иисуса, иезуитская церковь 16 века. Памятник конца 19 века герцогу Морчиана, мемуаристу. Базилика Санта Крочи, то есть Святого Креста, 16 век. Считается символом особенного стиля барокко города Лечи. Заходим в палаццо Таурино, в подвале которого находится музей еврейской жизни в этих местах в средние века. Колона Аронца, высотой почти 30 метров, из обломков древнеримской колонны, сверху скульптура святого, покровителя города. Часы на здании на площади Аронца. Это здание – реконструкция часовни Святого Марка, построенной в 1543 году. На фасаде символ святого – крылатый лев с книгой в лапе. Рядом остатки римского амфитеатра. Он и сейчас используется по назначению. Затем зашли перекусить. На переднем плане сейчас наш местный сегодняшний гид. Тост за все хорошее, чтобы не было ничего плохого. Всем руководит наша очаровательная Нина. Картины на стенах этого средневекового подвала. Приглашение в музей фантазии. А здесь мы уже проходили. Сувенирная керамика Апулии. План старого города. Порт Орудье. Самые старые ворота города. Перестроенный в 1703 году. Покровитель города Святой Аронца. Академия изящных искусств. Здание построено в 16 веке, как Доминиканский монастырь. Это театр, открытый в начале 1600-х годов под названием Театра Нуова. Позже его назвали в честь Джованни Поэзиэлла. Теперь едем в обратную сторону. А по дороге осмотрим город Астуни. Астуни уже белеет на горизонте. С 3 века до нашей эры. Въехали в Астуни. Считают, что город был основан до Пунических войн. И разрушен Ганнибалом во время Пунических войн. То есть примерно во II веке до нашей эры. Название Астуни происходит от греческого Астунеон. Новый город. Муниципалитет и археологический музей. Рядом церковь Сан-Франциско-Асистского. Центральная площадь. С колонной Святого Аронтиуса или Аронта. Идем в старую часть города. После падения Западной Римской империи. В 996 году. Город стал частью нормандского графства Лечи. Норманды построили свой средневековый город. С замком и городскими стенами. С четырьмя воротами. Сейчас население города 35 тысяч. А летом увеличивается до 100 тысяч. За счет туристов. Церковь Сан-Вита-Мартире. А позже Санта-Мария Магдалена. До 2011 года это был собор. А затем малая базилика Астуни. Интересно, что до 1000 года здесь была церковь со службой по православному обряду. Здесь хранится около 200 пергаментов 12 века. Еще раз по уровню колонн. КОНЕЦ ФИЛЬМА Музей доклассических цивилизаций южных районов. Продолжаем по старой части города. Музей окружающая местность. Вид от крепостных стен. Музей окружающая местность. Вид от крепостных стен. Возвращаемся в центр и заходим в церковь Сан-Франциско-Асистского. Музей окружающая местность. Вид от крепостных стен. Музей окружающая местность. Вид от крепостных стен. Возвращаемся в церковь Святого Духа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok